Затратив минимум усилий и предоставив возможность восстановиться лидерам, мини-футбольная Тюмень спокойно и солидно миновала четвертьфинальный барьер ПЛО в чемпионате России. Питерский политех бился достойно, но ни одного матча зацепить не сумел. Завершилась серия до трех побед в Северной Пальмире. В город на Неве черно-белые прибыли в оптимальном составе. Полностью восстановились капитан Артем Антошкин и главный дирижер АТАК Младен Коцыч. Это позволило Игорю Путилову играть в три четверки. И сразу же чуть-чуть мастерство добавилось, то есть именно тот контроль мяча, который... Но все равно было тяжело им, и поэтому на это мы и рассчитывали, что сегодня им надо было обязательно сыграть. То есть эту игру сегодня обязательно надо было сыграть, чтобы они уже, если мы выходим дальше, в полуфинальной серии, конечно, они нужны нам с игровой практикой. Первый тайм получился безголевым. Постарались голкиперы Игорь Трушкин и Меодрак Аксентьевич. Причем на старте матча больше моментов создали хозяева. После двух поражений в Тюмени они вышли с девизом «Нечего терять». Естественно, нам уже некуда выступать. Мы 2-0 в серии проигрываем. Это у нас немножко психологически, возможно, как-то полегче было в этой игре. Но и моментов было, мне кажется, не столько в этой игре больше, чем в предыдущей. Тюмень постепенно перехватила инициативу, а на 31-й минуте забила. Андрей Батарев все сделал сам. Отобрал, прошел, уложил вратаря на паркет, а мяч в сетку. Хозяева быстро отыгрались. Издали удачно попал Радмир Шарипов. На что гости ответили абсолютно идентично. Уполев прошил Трушкина и вынудил политех пойти в атаку в формате 5 на 4. А затем сам же их за это и наказал. 3-1 в матче и 3-0 в серии. В честь и хвала команде соперника. Очень приятно было играть. И именно те стыки, какие единоборства были, это были не хамские какие-то там единоборства, а именно это плей-оффские такие, знаете, столкновения единоборства. Все четвертьфиналы уложились в минимальный формат. Интриги ждали только в серии Синары и КПРФ. Теперь во втором раунде уральцам придется сдерживать победителя регулярки «Газпром Югру». А заклятые друзья Тюмень и Сибиряк сойдутся в плей-офф в пятый раз за последние 6 лет. Но впервые в полуфинале. Начнется серия 23 и 24 мая на паркете спорткомплекса «Центральный».